Я практически в центре зала. У меня предложение очень простое. Как всегда, я делаю на викторинах. Вы руки поднимаетесь. Если кто-то орёт с места, то правильный ответ считается. У того, на кого я указал, кого я считаю, что он первый поднял руку, и он повторит этот ответ. Всё очень просто. Можно я буду держать поднятые руки? Нет. Только после того, как я это читал, я вот с этого момента считаю поднятые руки. Ну, короче, как-то это, нужно отгоражиться от личного читерства. Вот первый вопрос разминочный. Ну, вопросы в основном простые, они связаны. Так, жми руку всей груди. Какой версии Java появилась модульность? Это была модульность. Отлично. Иииии... Ну, круто было выйти, выглядел слух, это было круто, спасибо, но никак не прощается. Ещё немножко по версии хочется погонять. Какая версия Java называлась Playground? Третья. Нет, ещё можно уже примать дальше. Один английский. Нет. Вторая. Да, вторая! Это Win. На самом деле, дальше я по названию конечно не буду мучить. А вот такая вот мне нравится вещь. Кто помнит, с какой версии Java Swing был впервые включён в спецификацию официально? С третьей полной? Нет! Нет! Во второй? Нет, да, молодец! Да, блин, Swing же уже во второй был, ну вы чё, там был VT, а потом сразу Swing прямо в 1.2. Ну давайте совсем просто, в какой версии Java появились современные коллекции? Вот это была рука, дальше сложнее. Нет, неправильно. Нет, 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 вот ты был следующий. Ну ладно. Что дальше? Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. А, нет. Четвёртая? Нет. Восьмой, смотри. Ну ты был не раньше. А, погоди, 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 я знаю. Скажи ответ. Рейлист, например. Со второй же. Со второй, конечно. Заметьте, вторая просто победитель сегодняшний. Так её называли Java 2, бла-бла-бла. Да. Блин, это нормальные современные коллекции, которыми я думаю... Так, уже у всех Java 8, да, в продакшене? Современные. Ха-ха-ха. Итак, эээ, какая версия, вот сейчас внимательно слушаете, положим вопрос, принесла нам дженерики, автобоксинг, да подождите, я дочитаю, я руку опущу, когда дочитаю, давайте. Я не считаю, сейчас руки опустите, я на взмаг буду реагировать. Какая версия принесла нам дженерики, автобоксинг, аннотации и стринги в свече? Вот там была рука. Вот первая. Нет. Нет. Да тихо, 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 не говорите вслух. Стринги в свече. Нет. Надо корректно ответить на вас. Седьмая. Нет. А, не знаю, кто там. Давайте снова опустим руку и сейчас нас скажут по нему. Оп. Так, Коля первее, я его увидел. Шестая, стринги. В свече. Да не было такой версии, чтобы сразу. Сначала пятая, потом седьмая. Молодец. Задайте мне дверь в машине. Конечно, стринги в свече-то. Вы только никому о мульции это не говорите. Итак, мы сейчас уже про Java 8 вопрос будет, все напряглись. Большой. Нет. Нет. Правда или нет? Это нужно нормально ответить. Что Java 8 не запустится на Windows XP? Нужно ответить. А. Ну ладно. Приланда. Да. А кто может дополнить как-то эту инфу, если есть просто чем-то? Запустится вот так вот. Поддержка XP. Она, да, закончилась еще. Ну вот, может быть еще кто-то. Я не предлагаю гуглить. Ну, короче, ладно. Я оповедую вам инфу. Вот сейчас выпустили какого числа? 18 марта была первая, восьмая ява, да, официальная. Потом у нее быстро идут апдейты. Так вот, все возмутились, как-то под XP нет этой фигни. Я смотрел в календаре, что пятый апдейт восьмой Java, который, кстати, вышел 14 или 15 апреля. У меня он должна быть поддержка XP. Ну вот, такой факт, так что подождите чуть-чуть, скачайте, и уже можно пользоваться. Ну, короче, типа уже можно пользоваться. Это для любителей, что XP нельзя пользоваться. Наш голос все решает. Итак, вот сейчас довольно широкий вопрос. Попытайтесь, если вы будете на нее отвечать, ответить максимально широко. Я оценю, может быть, не одним количеством бумажек. Смотрите. Нужно назвать основные фичи Java 8. Вот первая рука была. Надо просто суперменный фичер попробовать. Слух, а мы будем фукать, если неправильно. Первая — лямпы. Вторая — метод reference. Третья — замыкание. А, третья — это дефолтные методы в интерфейсах. Ну и четвертая — то, что на замыкание, по-моему, так будет нормально. Сейчас, сейчас, подождите. Можно будет дополнить, можно будет размечать. Ну и снова. Еще одна, еще одна. А, ну и, собственно, стрим. Стрим API. Давайте еще подумаем, что-то там еще было. Ну давай… Вот Ваня раньше поднял. Надо дополнить, ладно, пока не ты. Дейм тайм, я переголосую. На шорн есть. Еще? Повторная аннотация. Повторная аннотация. Манникальтс есть. Нет, на девятом будет, сейчас нету. Я послушался. И вот давайте. Функциональный интерфейс. Ты сказал разнофункциональный интерфейс? Дефолтные методы. Нет, инфункциональные это отдельная тема, дефолтные. Методы в интерфейсах это одно, там много игр. Но... Они еще сказали, что... Нет, второй раз нельзя. Коля, и что-то еще? Вывод типа из вызова метода. Ну, где DiamondTapelator. А, а это не в седьмой раз? Нет. DiamondTapelator вышел в седьмой, но вывод типов из вызова. Да, верно, верно, седьмая стирала эту штуку. Но я хочу раздать нескольким людям за некоторые вещи. Мне очень понравилось. Держи это прямо и не вспомнил. Так, дата таймокий зачет. Тебе тоже держи, ты славно держался с самого начала. Кто там еще? Оптимизация хэш-кода. Натаробот не сказал, и тебе еще. Так, сейчас будет задача посложнее. Еще посложнее? Можно еще? Возможно мы что-то забыли, но по-моему все-таки мы исчерпали. Ну вот уже в голове как-то отложилось. Сейчас сюда потребуется пять добровольцев. Мы сделаем, если кто-то был на неделе математики, мы сделаем эту небольшую игру. В общем, я это попробую. Ну, нужно просто быть к этому готовым. Мы же пять добровольцев. Можно сразиться. За первое место будет пять бумажек. Условно говоря, за второе четыре, три, два, один. То есть вы выходите, вы уже автоматически сейчас получаете. Вот, ну. Ну, может, мое главное. Главное участие. И еще нужны. И еще? Еще один. Еще один. Отлично. Значит, начиная... Нет, нет, Денис, надо сюда. Вы проиграешь, тогда сядешь. И так. Сейчас очень сложная игра и требуется помощь, на самом деле, всех участников. Смотрите. Начиная от Дениса, каждый должен будет называть фреймворк или библиотеку Явы. Пожалуйста, называйте трехвуквенные стандарты. Стандартом бой. Называем реально действующую библиотеку. И если никто не знает, ну, зал может, если никто не знает, могут все говорить, я не знаю, типа фу, я такое не использую. Если хотя бы один человек может понятно объяснить, что это за библиотека, в счет. Но желательно и зал. Так что, пожалуйста, не надо говорить в вашей библиотеке, которую вы там пишете. И так. Все обдавшиеся на какие-либо у этих библиотек, фреймворков. Ну, я буду полагаться на вашу помощь, ну, и на какие-то свои познания. Так, Денис. Нетти. Что это такое? Нетти. 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 Окей. Нетти. 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 Нет. Окей. Видите, как много. Мы все узнаем. Окей. Я вайфикс. Я вайфикс. Что? Оно где-то реально изменяется? Да. Я вайфикс. Все время. Я сегодня разговорку всем. Я вайфикс. Я вайфикс. Я вайфикс. Я вайфикс. Да, без три. Браслет. Браслет. Принк секьюрити пойдет? Нет. Гуава. 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 Есть. Раз. Гуава. Нет. Уже назвали в связи. Гуава. Окей. GDBC. Окей. Можно это назвать фреймворком? Давайте части стандартные совсем уж. Как-то так место. Окей. Постгрей GDBC. Нет. Давайте. Нормально. Вот то, что ты фреймворком бы назвал. Ты назвал бы GDBC фреймворком? Я клиенту продал GDBC. Ну нет. Давай еще что-то. Давай, я пойду отсюда. Хорошо. Венис сдался. Окей. GDBC не принял. Можно в библиотеке, да? Да. В библиотеке. Велосити. Франшинал. Франшинал. Есть. Окей. Ты что скажи? Садаюсь. Итак, ты получаешь две бумажки. Ты молодец. У нас тоже супер битва. Итак, снимайте. Патч Коунс. Коунс. Мы можем считать любой пакет апачи. Коунс. 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 Давайте так. Коунс. Нет, нет. Так, если вы назовете апач комманс, мы сразу весь комманс покроем. Давайте весь апач назвал. Давайте весь апач назвал сейчас. Ну да. Там же много чего. Да. Здесь апач. Ну вот все, что апач, что-то там, маф, апач, не надо. Ну да, не надо. Майдон. 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 Апач. Майдон. Блин. Юдотайм. Юдотайм это явно тайм. Юдотайм это явно тайм. Да. Весь в ММК, что ли? Спайм. Это фреймворком можно назвать? Ну блять, я как жал. Фреймворком конкретно не. Да, сложные слова. Ну окей. Ну давайте Джексон, фастекс, но. Окей. Касану. Фреймворк. Это база данных, нет? Другой вариант. Не фреймворк? Нет. Фреймворк для построения. А какой фреймворк для его организации? Вот одноклассники как фреймворк. Касану? Касану. Не, ну давай. Нормальный фреймворк. Раз. Ну клиент для Касану. Вектор там. Да, вектор. Зачет, ладно. Давай. Раз. Что под фреймворком еще? Еще раз. Волю зрителей мою немножко. Это то, что ты в разговоре можешь назвать фреймворком. Ты JDBC. Ну это вот джуниор может назвать фреймворком. Потому что я. JDBC. Вот ты похвастаться, что ты мог. Фреймворком не шел. Не, ну давай. Друг. Давай. Так. Ты уже прыгал. Раз. Давай. Это также размыта граница математики. Мой друг математика нет. Ну дрох, дрох. Итак. Давайте. КВТ. КВТ фреймворк. Отлично. Итак. Лёля. Асан. 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 Ну ладно. Давайте CGRIP. CGRIP. Есть. 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 Ну давайте. GRedis. Клиент Redis для Java. Ну его и собственное имя. Окей. Давайте. Вот сейчас. Давайте. Вравно. Теперь давайте сейчас уберем секрет. У вас там данные. Скала. Так. Денис. Где сейчас был расклет? Был расклет. Был расклет. Был же расклет. Был расклет. Был расклет. Был расклет у кого-то. Зикос. Что-нибудь знаешь? Что это такое? В Вебпр underworld enterprise. Инвестии очень lands. Хорошо. Ну ладно, давайте макетон, натестируем. Дальше потестим. Джи Юнит. Эйбор, Эйбор, давай. Раз. Ииии... Сдруц, струц, отлично. Скалор. Что? Это фреймбол? Денис, а ну ладно. Я подсказываю. Давай нельзя назвать то, что Денис сказал. Ребята, ну реально, решайте. Image Magic. Можно назвать это фрейморгас, друзья? Нет, нет, нет. Люди тоже. Джей и Зимы. Тоже не плохое. Джи Хрин. Ну, давай любое review и в тев очереди ушли. Окей. Джава-сист тоже под генерацией. Классное название. Это же не фреймборг, это генерацией. Я просто вижу, что я не использовал, не спорно. Генет использует Джава-сист. Вот хоть кто-нибудь может защиту сказать, что это фреймборд. Джава-сист. Ты там девушку себе можешь сказать, а новый фреймборд Джава-сист использовал? Ну как? Джава-сист. Прости. Давай нужно придумать чем-нибудь. Тотов чуть времени. Раз, давай. Блин, Джава-сист. Нет, нет. Плохой фреймборд. Давай. Два с половиной. Подождите, дайте подумать. Сейчас не могу дайте подумать, буду сходить. Матч. Нет, дай. Ворка, не мешай. Два с четверком. Голя пока придумывает. Давай еще чуть-чуть. Подзамы. Ну что-то. Себя нехорошо видели, завидуете? Да, да. Тейпистри, да. Был. Тейпистри. И уже совсем чуть-чуть. Плэй. Нет, нет, Ламар, ты не можешь ответить. Но если Толи сейчас... Ой. Коля скажет, то он точно будет победитель. Давай. Как? Он наскал. Плэй? Он наскал. Он наскал. Он наскал. О! Это честненько. Мы можем Джаве подключить и похвастаться? Я плэй подключил Джаве, так можно сказать? Можно. Трудо. Ну, я думаю, Коля вышел все-таки победителем из этого соревнования. Коля получает, но ты не слишком мало получаешь, ты получаешь 4, а Николай получает у нас 5. Почему выясника не вспомнили, а вы что? Мы же выяснили, вы по-другому как-то сказали. Выясника. Не, я скажу, что выяснили. Не держи, тебе 5. Так, сейчас пока муж за... Я бы еще оставил стреймворки, я совершенно другого типа могу вспомнить. Ну да ладно, наверное, тут очень экстренно все. Смотрите, какая ситуация. У нас пока сейчас люди быстренько что-то почитают, я хотел бы выражать еще благодарности, пока вы еще все здесь, у нас не начался чай. Смотрите, две каких-то классных вещи, которые хочется обозначить. Первое, это большое, огромное спасибо IT-лофту, вообще этому помещению, в котором мы тут все время можем собираться, кидать пластиковые стаканчики и кататься на стуле, в котором будут завтра сидеть люди и работать. Наверное, их уже тут нет. Да нет, на самом деле есть, шутка. Вот, это просто замечательное помещение в потрясающей инфраструктуре, в каком-то смысле, что мы тут можем проводить наши ивенты. И за это спасибо отдельно IT-лофту, я предлагаю похлопать. Отдельно я хочу сказать, каким образом была сделана эта конференция. На самом деле команда организаторов очень небольшая, буквально пару слов предыстории. Идея провести конференцию возникла у меня, я занимался в основном программными вещами, докладами и так далее. Мне помогали, на самом деле, я сейчас понимаю, выполнили любимую долю работы по организации. Это Анастасия Самохина, аналитик в Люксофте. Она занималась всем вашим пищевым обеспечением, всем вашим свагом, которые вы получили и так далее. И он еще у нас был JavaManMusicAPI Борис Толстука, веб-девелопер компании LifeTyping. Он обеспечивал нам мудом клипы, видосы, трансляции, ну, в общем, все эти проводки, чтобы скрились и так далее. И отдельное спасибо хочу сказать Ане Тарасенко, которая очень сильно помогала мне и с докладчиками, и с программой, и вообще с решением кучи разных вопросов. Поэтому мы тоже ее поблагодарим. Спасибо. Я сейчас, я скажу за коробочкой, но у меня пока предложение такое. Поднимите руки, у кого больше одной бумажки. Я просто хочу увидеть количество этих людей. Так, зашкалившись. Теперь опустите руки, у кого меньше двух. Держите руки. У кого меньше двух опускают бумажки? У кого меньше трех опускают? У кого меньше четырех? У кого меньше пяти? Так, сколько рук осталось? Три руки, да, осталось? Так, подняли обратно руки, у кого меньше четырех. Я отпечатался. Так, то есть... У кого меньше четырех? Так, я запутался, да? Да больше. Ты пока спрашивай, выяснили. Я сейчас переговорю. Выдели мне четырех или пятерых победителей. Больше одной. Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, у кого больше двух? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, у кого больше трех? Раз, два, три, четыре. Круто. Так. Все, держим руки. Подача решила. А давайте где у кого руки подняты, почитаем сейчас сколько у вас бумажек? Девять. Девять. Семь. Девять бумажек. У кого еще сколько? Четыре руки больше трех. Восемь. А, лично. Четыре руки больше трех. Вот, это то, что нужно. Девять бумажек. Восемь. Семь. Семь. Четыре. Ну, по-моему, приоритеты очевидны. Итак, пока я хотел бы сюда пригласить и по младшинству выстроиться от четырех к девяти, пожалуйста. А мне, соответственно, уже из ваших пицц будет видно, каким образом вас наградают. Вот сюда немножечко выстроитесь. Если у кого-то еще остались живые камеры, пожалуйста, фоткайте наших неутомимых игроков. Выстроитесь. Да, выстраивайтесь. Итак. Начнем. Начнем. Как-то ты не так ставишь. Да, я... Нет, у меня десять. Десять? А, давайте поедем. Не поедете, не в коробку. Смотрите туда, ребята. Как будто пулю забыл. Сейчас пошлю. Так. И... И все очень просто. Итак. За четвертое место, за четыре бумажки, за Activity во всяких викторинах и вопросах награждается у нас Ваня, правильно? Иван Бессонов. Он получает такую книгу о возлюбленном Google Web Toolkitty. И Google App Engine их не пригласил. Аплодисменты никогда не видно на инстаграме, но нам приятно. Так. Спасибо, Ваня. На урок один. Итак. За третье место. Хм... Сложный выбор. Я знаю. Я знаю. Там девайсы. Нет, девайсы нет. За третье место. Сколько у тебя бумажек? Семь бумажек. Это же дофига. Я знаю, что подарить. Я реально знаю. Итак. Программирование на Клору. Программирование на Клору. Человеку, который нам рассказывал на Клору. Можешь помнить на русском? Она на русском? Она на русском? Это очень свежая версия. Она редко там меняется. но, тем не менее, замечательный вы должны это прочесть и уже следующий Java Day рассказывал для клоры итак следующий у нас сколько у нас? я просто поле узнаю Алексей, фамилия? Алексей Городецкий два раза больше толще у него толще да нет, дело не в толщине но я попытался просто выбрать книгу, которая, мне кажется, больше всего подходит человеку. Дело в том, что Spring это безумно увлекательно и интересно XMA действительно не нужно уничтожать я с тобой полностью согласен давай использовать конфигурации Spring в действии свежая книжка на русском языке нет, самая свежая спинговая книжка пусть Spring загадывает желание между двумя Алексеями и еще раз и... у меня есть самая толстая книга это не Spring, надеюсь нет, она не Spring у меня есть самая толстая книга вот такая как сделать свой орак? нет, на самом деле мне кажется, что эта книжка должна быть книжка Шелда должна быть каждого настоящего Явамена это просто Библия и поэтому... Ярослава Боровякова должны все запомнить по-моему, вопросы запомнили все докладчики вот он везет тебя домой на работу Герберта Шелда это самое свежее здание на русском языке спасибо но это еще не все я хотел вам просто сказать почему у нас эти книжки сегодня появились и так далее у нас одним из спонсоров была компания Люпсов и они решили таким образом подумать о девелоперах что им реально интересно все эти книжки нам предоставила компания Люпсов я предлагаю им похлопать им спасибо призывы и позволим выбрать хорошие книжки по GVM Languages на русском языке которые можно читать и наслаждаться итак на сегодня BVM от Java Day закрыты можно спокойно еще на автотип пить чай мы еще вынесем печенье к водичку и так далее вот а так всем спасибо все свободны до свидания